МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В лаборатории физики высоких энергий развернулась горячая дискуссия. С одной стороны, в ней участвовали те, кто воплощает проект в жизнь, руководители, основные разработчики по направлениям ускорительного комплекса. А с другой – эксперты из ИТФ Протвино, Новосибирска, Церна, Дармштадта, лаборатории имени Ферми, Брукхейвенской национальной лаборатории США, члены независимого комитета по ускорительному комплексу. Они проводят своего рода ревизию и дают оценку происходящему. С момента последнего МАКа, который произошел два года назад, колоссальный прогресс в проекте. Очень существенный также момент в том, что международное признание и, как мы говорим, визибилити, то есть видимость этого проекта на международной арене, она возросла существенно. Это означает, что международное научное сообщество относится к этому проекту с большим уважением, вниманием и рассматривает его как важную часть общеевропейской и общемировой науки. Независимая экспертиза высочайшего профессионального уровня – это колоссальная помощь проекту НИКа. Каждый крупный проект мирового масштаба имеет комитет по ускорительному комплексу. В свое время большая помощь оказывалась экспертами при создании Теватрона в Ферми-Лабе. Чем мне нравится НИКа? Это проект очень недорогой в сравнении с Теватроном или ЛХС, но он очень наюкоемкий с точки зрения ускорительной физики. Практически все методы, которые в ускорительной физике используются на сегодняшний день, в НИКе присутствуют в той или иной мере. С этой точки зрения проект для России совершенно фантастический. Проект интересен не только с точки зрения ускорителей, но и с точки зрения физики ядра. И более того, если сравнить, ну, сейчас в Брукхевине есть такой релятивистский коллайдер с тяжелыми ионами. И они бы сильно хотели опустить энергию, пытаются это сделать, но проблема в том, что кольцо построено на энергию 150 ГФ на наклон, и оно очень длинное. Когда опускаешь энергию, оно неэффективно работает. И НИКа как раз заполняет ту нишу, которую не может заполнить РИК. Прелесть такого комитета заключается в том, что это лучшие эксперты из ускорительных лабораторий мира. Это люди, которые построили уже своими руками, головами работающие установки, которые работают на физиков много-много лет. Это Тиватрон, это кольца в Церне в ЛХТ, это кольца в Италии, это ускорительный комплекс в Германии в Дармштадте, это японский комплекс РИК. То есть это люди, которые за своими плечами имеют опыт проектирования, создания и эксплуатации таких серьёзных больших ускорительных комплексов. За два года, прошедшие со времени предыдущего заседания экспертного комитета по ускорительному комплексу, в лаборатории физики высоких энергий проведены масштабные работы. Я надеюсь, что мы их порадуем сегодня, показав прогресс с точки зрения оборудования и изготовления систем. Тем не менее, есть несколько серьёзных вопросов с точки зрения параметров коллайдера. По-прежнему эксперты от нас требуют, несмотря на то, что уже всё зафиксировано, конфигурация зафиксирована, уже магниты вот-вот пойдут в серийное изготовление, большая часть систем уже спроектирована и либо законтрактована, либо вот в ближайшие полгода-год, значит, мы заключим контрактное изготовление. Тем не менее, эксперты от нас постоянно требуют улучшать, улучшать и предусмотреть как можно больше возможностей для модернизации апгрейда машины. Физика динамично развивается, открываются новые горизонты для экспериментов. Поэтому к НИКе предъявляются особые требования. Необходимо сделать так, чтобы структура всего комплекса и коллайдера в первую очередь была гибкой, способной динамично изменяться, даже в тот момент, когда будет, как говорят специалисты, в железе собрана установка. К НИКу очень такая активная дискуссия, поскольку члены МАКа – это эксперты мирового класса из ведущих ускорительных научных лабораторий из Европы, из Америки и из Японии. И они, конечно, разбираются в этом деле очень тонко и мгновенно среагировали на различные проблемы, существующие, например, в магнитной оптике с малого кольца, в стабильности пучков, в дизайне структуры ускорителя. То есть сразу взяли за дело. Эксперты ставят вопросы о стратегии планирования технических резервов. Не менее актуальны вопросы финансирования кадров. Конечно, всех очень волнует вопрос на том, достаточный бюджет нашего института для того, чтобы выполнить эти амбициозные задачи. Тем более, что темп работы сильно увеличится в следующем году. Он буквально растает, может быть, в два с половиной раза. И мы их убеждаем, что та работа, которую ведут сейчас со странными участницами и, прежде всего, со стороной местопребывания в суд, то есть Российской Федерации, она дает нам все надежды, что мы эти необходимые финансовые средства и материальные средства можем обеспечить. Важна интеллектуальная составляющая. Это квалифицированные люди, это специалисты и, конечно, все понимают, надо их воспитывать. Эксперты-ускорительщики уже сегодня обсуждают ту фазу проекта, когда комплекс будет собран и начнутся первые эксперименты с пучками. Они задают вопрос, а что после 2025 года? Какие возможности будут у комплекса? Что можно будет еще сделать без кардинальных изменений? Все необходимо предусмотреть уже сегодня. Дискуссии шли по всем направлениям ускорительного комплекса. Это коллайдер, бустер, каналы, инжекционный комплекс, источники системы охлаждения, диагностика, электроника, управляющие системы. Хотя детекторы BMN, MPD, SPD – тема разговора другого комитета, на этом заседании был представлен обзор, в каком состоянии они находятся. Всего в рамках проекта НИКО будет три детектора реализованы. Это на коллайдере два, один мультипепис детектор MPD, второй спинфизикс детектор SPD. И один на выведенных пучках нуклатрона, который уже каким-то образом работает. Первый технический сеанс уже был проведен. Это барионигметр от нуклатрон, BM от N. Это будет первой ласточкой, которая покажет первую физику в тяжело-ионных столкновениях, очень интересующей нас области. По энергии он немножко не дотягивает до самой интересной энергетической зоны, в которой будет работать коллайдер, но какую-то информацию уже даст. Это будет как бы реперной точкой по физике, которая покажет, как мы эту физику чувствуем по сравнению с тем, что уже сделано в этом мире. Сопоставит какие-то результаты, настроимся. Ну и вполне возможно не исключено, что может быть получены тоже интересные результаты уже вот в самом ближайшем будущем. Чем требовательнее эксперты, тем лучше считают участники заседания. Задача общая, чтобы получилась надежная машина – коллайдерный комплекс НИКО для изучения кварбленной плазмы. Мы очень благодарны этим участникам, этого машин-адвайзера комитии, что они разделили с нами вот это бремя, эту ответственность. И я думаю, что им приятно участвовать в таком крупном, международном, таком ярком проекте, каким является наша НИКО. Мы на подъеме находимся, и они это чувствуют, поэтому с таким энтузиазмом включаются в эту работу.